Международный форум «Россия – спортивная держава» – это не просто десятки тематических экспозиций, которые развернулись в стенах Дворца спорта «Волга-спорт-арена». Форум включает 30 деловых площадок, круглых столов, дискуссионных сессий, где прямо сейчас вершится судьба российского спорта. 10 октября, в первый день форума, был подписан сразу ряд соглашений. Один из первых – документ о тесном сотрудничестве между Ульяновской областью и Государственным музеем спорта России. Взаимодействие подразумевает через выставки и проекты пропагандировать здоровый образ жизни среди детей и молодежи. Письменное соглашение наглядно презентовали первые экспозиции с фотографией под названием «Страна героев», впервые представленные именно на форуме в Ульяновске. Уникальный проект рассказывает об отечественных, реально существующих супергероях в формате комиксов. С Ульяновской области, потому что это самая любимая область, это та область, на которую я работаю. А так проект охватит в течение пяти лет все регионы и у нас уже готово соглашение со следующими десятью регионами. До конца 2018 года мы заключаем с 19-го работы. Главное отличие форума в его широкой географии. Площадки представлены спортивными отраслями от Москвы до Сахалина. Но главное, что на выставки посмотреть приходят не только люди, но и роботы. Это не Канор, скажи, откуда ты приехал? Ах, как я люблю, когда ко мне подходят люди, девушки. И если роботы из Москвы впечатлили девушки, участницы форума, то прибывшие в город на Волге знаменитые спортсмены и люди воодушевлялись площадками и спортивными прорывами региона. К примеру, советскую и российскую легкоатлетку Светлану Мастеркову впечатлила экспозиция, где представлен Огонь Уверсиады 2019. Главный символ всемирных студенческих спортивных соревнований доставили в Ульяновск накануне открытия форума. Я являюсь факелоносцем, и я знаю, что это такое. И свой факел «Огонь» к универсиаде я бы несу в городе Ачинске, на моей малой родине. Вы знаете, когда ты бежишь с факелом, ты чувствуешь сердцебиение всех стран, которые приедут к нам соревноваться. Я хочу сказать, что большое количество детей завтра меня ждет, а это значит, что Ульяновск процветает в легкой атлетике, чем я очень горжусь и чему я очень рада. Российский бобс-лист, серебряный призер Олимпиады 2006 и бронзовый призер Олимпиады 2010 года Александр Зубков приехал в надежде увидеть красивые волжские просторы. Я впервые, да, в Ульяновске. Приехали вчера поздно вечером. Мы надеемся, что сегодня будет время немножко построить сам город. Сказали, прекрасно, у вас очень хорошая набережная, с которой вид открывается очень шикарный. Ну и, конечно, приехать сюда, это поделиться опытом, получить как-то вот опыт. Несмотря на то, что сам из Ульяновска, в «Волгоспорт-арене» ни разу не был. И мне очень хотелось посмотреть, что за такая «Волгоспорт-арена». Ну вот, сегодня хоккей с мячом не будет, но зато здесь есть форумы, это даже, наверное, круче. Ульяновск для нас важный регион. Более того, можно сказать, что здесь очень интересный эксперимент был проведен на базе Политеха. Была создана фактически тренировочная база для киберспортсменов. И это позволило ребятам лучше подготовиться ко многим соревнованиям, в том числе и для Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, которую мы проводим уже третий год. Ключевым событием первого дня форума стало пленарное заседание, в котором принял участие глава государства Владимир Путин. Подробности смотрите в ближайшее время на портале ulpravda.ru Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.